С самого утра на стадионе «Авангард» звучит музыка, на сцене выступают творческие коллективы поселка и Раменского района, раздается детский смех. Для самых маленьких гостей организаторы праздника предусмотрели сразу несколько интересных площадок. Студия «Аквагрима» – городок аттракционов с надувными батутами и увлекательные мастер-классы. Мы делаем вот такие вот бутылки. Где у нас есть красивая бутылка? Вот, видите наши красивые такие слоеные бутылочки. Еще мы рисуем рисунки с солью. Вот можно там, в основном все действует там у нас. Активные детишки линского поселения? Да, у нас очень активно всегда мастер-классы проходят. Причем мы в Жуковском и здесь, потому что детям очень нравится все это. Мы еще иногда сами красим соль, мешаем. Ну, в принципе, у нас тут все очень простое. У нас соль и мел, и больше ничего. Наталья, а что можете сказать о городском поселении Льинский? Вам все нравится? Ну, еще бы. Я же житель городского этого поселения. Да, конечно, нравится. Конечно, это самый лучший поселок. Чем? По крайней мере, в Раменском районе, да и дальше тоже, я так думаю. Природа, да, плюс благоустройство? Природа, благоустройство, глава, жители. У нас очень много площадок, вот, прилично. У нас все культурно, аккуратно, очень свежий воздух, мирно. Вот, никогда вот не бывает прям вот очень шумных, очень странных мероприятий. То есть у нас есть мероприятия, они есть только вот как вот здесь мы сейчас находимся. Вот, все организовано, все классно. Давайте поздравим, наверное, ваше любимое поселение и пожелаем дальнейшего процветания, правда? Да, давайте, конечно, мы поздравляем от всей души, вот, наш поселок. Пусть он будет такой чистый, красивый, вот, уютный. Вот, у нас всегда все здесь есть, вот, мы всем довольны. Вот, огромное спасибо всем, кто старается и участвует в жизни нашего поселка. Много ли талантливых людей в Ильинке? Очень много талантливых людей и очень много творческих людей в поселке Ильинке. У вас такой костюм замечательный, вы, наверное, будете выступать. Мы уже выступали, я работаю в детском саду номер 52. Я хочу сказать, что наша администрация Ильинского поселения, мы ей благодарны за то, что она так развивает поселок Ильинский, очень много вкладывает в поселок Ильинский и очень позаботится о наших детях. Поселок Ильинский – развитое в Подмосковье дачное место. Известно с начала 20 века, когда владелец имения Быкова Николай Ильин часть земель продал под дачи. В настоящее время в поселении проживает более 11 тысяч человек. Ильинцы искренне любят свой родной край. На стадион «Авангард» приходили целыми семьями с детьми, с бабушками и дедушками. Это праздник всех поколений, говорят организаторы, потому и название дали – «Богатство традиций». Прекрасным дополнением мероприятия стала ярмарка работ ручного труда. Праздник, организация хорошая, все очень нравится. Из года в год принимаем участие. Так что все хорошо. Хорошо, что с погодой повезло. Подходит, интересуется вашим рукоделем? Да, конечно, потому что это необыкновенное такое рукоделие, может быть, не настолько избитое, с натуральными ингредиентами. И поэтому люди покупают с удовольствием. Здесь все прекрасно. И душевные люди, и атмосфера, и праздники постоянно хорошие, и работы с детьми, и разные для нас… Я на пенсии. И разные для нас развлечения. То есть, пухи нет. То есть, и одни сразу прекрасные люди, и вообще климат хороший. Я так понимаю, что вы участник выставки, да, одна из сельинских умельцев. Расскажите, что сегодня представили? Вязание. Я по стариночке вяжу. Береточки, кофточки, игрушки, сувениры. Это фотозона, старая дача. Мы решили воспроизвести времена начала 20 века, 1900, там, какой-то год. У вас букет еще в руках. Это тоже элемент? А букеты? Да, это элемент, как бы, старая дача. Старые дача, старые цветы, старинные цветы. Сегодня день поселения. За что вы любите поселение Ильинское? Да невозможно поселение Ильинка не любить. За все. За сосны, за атмосферу, за теплую, за людей, которых уж давным-давно знаешь, с которыми живешь. Екатерина Аллафимова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Субтитры создавал DimaTorzok